Три образовательных учреждения района стали победителями федерального конкурса на получение субсидий, направленной на реконструкцию спортивных залов и площадок сельских и поселковых школ. Субсидия в размере более 4 миллионов рублей предоставляется на 2019 год. И уже сегодня идет обсуждение предстоящих работ по благоустройству спортивных залов. Это субсидия, это совместное финансирование, проект, который начал реализовывать и департамент совместный с Российской Федерацией. И в рамках этого проекта выделяются средства на то, чтобы отреконструировать и подготовить школьные спортивные залы и спортивные участки, где проводится физическая культура для детей в сельских школах. Директора школ на рабочем заседании рассказали о состоянии спортивных залов на сегодняшний момент. Высказали свои пожелания по реконструкции. Первый заместитель главы района Александр Ойниц отметил, что для занятий спортом нашим детям нужны качественные современные площадки во всех образовательных учреждениях. Я очень рад, что действительно мы все заботимся о развитии нашей школы, о поддержании их в нормальном состоянии. То есть заботимся о развитии нашего подрастающего поколения и для того, чтобы они активно занимались спортом, сдавали тестирование по ГТО и для того, чтобы те плоскостные сооружения, те объекты, которые находятся в ваших образовательных учреждениях, были в нормальном состоянии. В срок до 15 декабря членами рабочей группы будут проведены выездные мероприятия в поселке Сорум, Сосновка, а также в село Козы. На местах специалистами будет обследована территория спортивных площадок, произведена оценка проектно-сметной документации. Инна Бугрова, Юрий Орлов, Белоярский, Время новостей.